Добрый день, дорогие друзья! С вами Татьяна Башмакова, канал Ваша Дача. И сегодня я еще раз выделю три самых главных правила выращивания иустомы. Если их не выполнить, то эти ошибки приведут к замедлению роста растений. В принципе, эти три ошибки имеют один и тот же смысл. Итак, первая. Своевременная первая пикировка. Вот перед вами два контейнера, которые я сегодня пикирую с запоздалой пикировкой. Вы можете видеть иустома сапфир розовая дымка. Посеянный 19 января. Сегодня 12 марта. И вот иустома синяя дымка. Розовая и синяя дымка. К сожалению, до сих пор мне их не удалось распикировать в нужное время. Но вы наглядно видите разницу. Розовая дымка имеет большие листики. Уже два настоящих листика выросли большими и еще растут третий и четвертый. И насколько же меньше синяя дымка. Вот разница просто разительная. Эпизод, который произошел именно с контейнером розовая дымка является еще раз доказательство ранней пикировки. Дело в том, что именно этот контейнер с розовой дымкой упал. У меня с высоты больше метра и конечно по закону подлости перевернулся полностью. Я хотела выбросить все растения. Потом разгребла, можно сказать, пальчиками. Грунт раструсила и растяжки были целые. Листики у растений на тот момент были не больше двух миллиметров. И получается они получили прямо сюда первую пикировку. Пикировку именно ту раннюю, которая должна быть. У них оказались у всех росточков были корешочки. Маленькие корешочки до 5 миллиметров. Именно то, что нужно. И вот теперь она значительно обгоняет. Хотя растения посеяны в один день. У эустомы на всем протяжении развития очень тонкие мочковатые корни. У этого цветка при пикировке не только не нужна прищипка основного корня, но и наоборот надо делать аккуратную пересадку, пикировку, чтобы не повредить корешки. Поэтому мы делаем на ранней стадии, когда корешки в это время имеют длину 3-5 миллиметров, а верхняя часть имеет максимальный размер листиков 3 миллиметра. То есть мы не совершаем ошибку, как у других растений, не ждем, пока вырастет именно верхняя листовая часть. Вторая очень частая ошибка это несвоевременная подкормка. Первый раз мы подкармливаем эустомы комплексным удобрением, разбавленным. Смотрите подробное видео о подкормке, об уходе, видимо от а до я. Здесь я вам напоминаю именно, что это очень важно для развития этого цветочка. И вторую подкормку мы делаем уже азотными удобрениями или карбамидом или кальциевой селитрой. Так как эустома не любит закисание почвы, а это очень часто происходит торфяном грунте, поэтому предпочтительно кальциевая селитра. И вот сейчас я вам хочу показать тоже наглядный пример. Не специально, но у меня так получилось. Вот этот вот контейнер оказался в самом дальнем углу стеллажа. То есть у него была та же подсветка, та же температура, но он не получил у меня подкормок. После пикировки нужно было сделать подкормки. Эти эустомы посажены 1 января. Они немножко старше тех, которые я вам показывала. До этого было 19 января. Ну вот видите разницу. Именно подкормки приводят к такой большой разнице. Часто подкармливать растение тоже нельзя, но пропускать нельзя. И еще, ну это мне кажется, это для всех растений. Просто помните, что эустома очень не любит пересыхание. Он еще ко всему же и без подкормок и получилось один раз пересушивание. То есть стоял в уголочке, а эустома такой цветочек, которому не надо ежедневно уделять внимание. Он тихонечко сам растет, наращивает корешки. И вот наглядный пример разницы отсутствия даже минимального ухода. Поэтому не забывайте, лишних подкормок не надо. После пикировки две подкормки нужны. И третья ошибка, часто встречающаяся, это несвоевременная перевалка или еще хуже пересадка. Пересаживать эустому более взрослую, чем совсем маленькие растения, именно первая пикировка, не перевалкой нельзя. Вернее, может и можно, но тогда она остановится в росте и вы получите цветы через год в лучшем случае. Поэтому перевалку надо делать своевременно. Для того, чтобы можно было делать несколько пересадок, мы первый раз пикируем в небольшие объемы. Вот у меня в частности это 100 миллилитров стаканчики. И когда же мы переваливаем? Вот когда мы видим уже множество корешков. Но так как корешки очень тоненькие, очень слабенькие, то они должны обвить ком так хорошо, чтобы совершенно не обсыпаться. Для этого мы периодически пробуем. Обжимаем стаканчик, достаем растение и смотрим, есть ли она готова к перевалке, переваливаем. Но самое главное, почем мы смотрим, когда же время именно по растению, не только по корням. Мы не должны допустить, чтобы наш цветочек стал расти в стебель. То есть если он начнет расти вверх, именно стебелек будет у него развиваться, значит он хочет засветить очень рано. Нам срочно тогда нужно делать перевалочку. Пока она вот так вот растет, как речная лилия, все прекрасно. Если вдруг начинается рост в стебель, именно в малом объеме переваливаем в следующий объем. Растения должны быть достаточно взрослыми, только тогда закладывать цветы. В ином случае мы лишим себя основного объема, основного букета цветов, у нас зацветет одна неприглядная палочка. Поэтому за этим внимательно следим. И лучше всего подходят для первой пикировки именно прозрачные стаканы для устомы. Даже кассеты плохо. Они хороши для тех, кто хорошо уже знает, ориентируется в сроках. Можно и в кассеты, не обязательно прозрачные. Но пока вы еще не пристроились к этому цветку, а цветок довольно новый, нужно за ним наблюдать через прозрачный стакан. Это лучший вариант. Вот тут сразу видно, что тут очень мало еще корешков. Но и меньше цветочек. Поэтому можно смотреть и по верхней, и по нижней части. Эти устомки у меня получали уже две подкормки. Посеяны они 20 декабря и уже довольно большие. Максимум в начале мая они должны быть или в грунте, или в кашпо. И что я еще заметила, эустомы сапфир, низкорослые, которые вот 13-20 см должны быть, растут гораздо медленнее. Они гораздо мельче, поэтому не пугайтесь. Если у вас то же самое, они просто медленнее развиваются. А вот крупные ABC, которые до 90 см высотой вырастают все, и желтые, и розовые, и пурпурные, растут гораздо быстрее. Ну это такая маленькая добавочка. И подытожим три основные ошибки. Это пикируем в начале очень рано, не допускаем такой ошибки. Второе. Не подкармливаем эустому часто, а делаем две подкормки после пикировки. Именно в таком порядке. Вначале комплексным удобрением, а потом азотным. И желательно это должна быть кальцевая селитра. И третье. Делаем своевременную перевалку растений в больший объем. В этом случае, если вы исключите эти три ошибки, вам обеспечено красивое, мощное цветение этого очень благородного, очень красивого и модного цветочка. Я вам желаю удачи в выращивании, получать удовольствие, радость от выращивания цветов, окружать себя красотой. И оставайтесь с нашим каналом. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok